Добрый вечер! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Пётр Хатенов и сегодня в программе. Сегодня на ММК подписан новый коллективный договор. Какие изменения ждут работников комбината в ближайшие три года? Газоны и детские площадки под замком, самовольные ограждения во дворах домов вызвали негодование жильцов. Очередной этап проекта «Наша победа» стартовал в Магнитогорске главные герои, ветераны Великой Отечественной войны. На ММК сегодня заключили новый коллективный договор. Это главный документ, регламентирующий трудовые отношения на предприятии. Во дворце Орджоникидзе собрались 212 делегатов, представителей разных цехов комбината и руководства ММК. На конференции подвели итоги работы предприятий в 2010 году, обсудили, как будут строить трудовые отношения в предстоящие три года. В первую очередь отчитались о проделанной за год работе. Выпуск Сталина и ММК в этом году увеличен на 18%. Во многом благодаря освоению новых видов продукции и росту внутренних продаж. Отгрузка на внутренний рынок доходила до 670 тысяч тонн в месяц, в основном на Урал и по Волжье. Требования к качеству продукции растут. Компания старается идти в ногу со временем. Сумма капиталовложений в реконструкцию ММК в этом году составила рекордный для предприятия 2,1 миллиардов долларов. В лесопрокатном цехе номер 4 в июле 2010 года вошел в строй агрегат поперечной резки номер 3. В настоящее время, как вы знаете, крупнейшими инвестиционными объектами является строительство комплекса Стана-2000 и реконструкции Стана-2500. Высокие результаты достигаются благодаря не только новым технологиям. Главное богатство предприятия – его кадры, подчеркнули на встрече. Сегодня на ММК трудится 21 400 человек. Чтобы выстроить трудовые отношения на уровне, на предприятии ставят несколько целей. Во-первых, достойная оплата труда. В этом году средняя зарплата на комбинате составила 34 520 рублей. Во-вторых, обеспечение льготами на лечение, отдых, жилье. К примеру, летом 112 семей работников комбината въедут в новый 17-этажный дом. С ними были заключены договоры долевого участия. Еще один приоритет – решение вопроса занятости. Для обеспечения занятости формировались новые производственные структуры. Развивалось действующее производство. Создавались новые рабочие места. Проводилось обучение и переобучение работников. Массового сокращения не было. Отдельная строка социальной программы ММК – 160 миллионов рублей потрачено на оздоровление работников и членов их семей. На различные проекты по поддержке неработающих пенсионеров и инвалидов было потрачено 94 миллиона рублей. А еще спортивные программы – поддержка материнства и детства. Все они будут продолжены согласно новому документу. К слову, по оценке экспертов, коллективный договор ММК считается одним из лучших в области. Прокуратура дала правовую оценку действиям городских властей в рамках транспортной реформы. Напомним, ранее группа частных перевозчиков, не принимавших участие в конкурсе, обратилась в надзорный орган с требованием отменить постановление главы города и решение городского собрания. Подробности в нашем материале. Перевозчики обратились с заявлением в конце декабря, однако в тот момент надзорный орган уже проверял постановление главы города, положение о проведении конкурса и решение депутатов на соответствие закону. Такой экспертизе подвергаются все документы, изданные муниципальными органами власти. В целом, можно сказать, что право у администрации города Манитогорска, у органов местного управления, точнее сказать, есть, вводить определенные правила, я в этом не сомневаюсь, но какие-то нормы отдельные не соответствовали действующему законодательству. Принесены протесты, которые находятся сейчас на рассмотрении соответствующих и в администрации, и в городском собрании. Протест на трех листах состоит из 18 пунктов, однако в правовом управлении мэрии говорят, что все они носят технический характер. В основном, требовалось разъяснить некоторые положения, а таким образом, исключив из них коррупциогенные факторы. Данные изменения, в принципе, были внесены до проведения конкурсов, и конкурс уже проводили в соответствии с действующим законодательством, и документ, на основании которого они проводились, не содержал каких-либо незаконных требований. В городском собрании, куда также поступил протест, тоже уверены, что никаких принципиальных изменений он не несет. Протест сводился к четырем моментам, два из которых нами уже рассмотрены. Суть наших решений они не изменили. Два оставшихся будут рассмотрены на заседании городского собрания в конце февраля. Они касаются понятия перевозчик и маршрутной сеть. По оценке городских властей, все сегодняшние попытки нелегальных перевозчиков убеждать своих работников и пассажиров в незаконности действий администрации больше похоже не на реальное положение вещей, а на откровенную агонию и попытку поиграть на нервах горожан. Евгений Тевтелев подчеркивает, чтобы понять, что сегодня представляет собой нелегальный маршрутный бизнес, не нужно никаких протестов прокуратуры. Мы понимали, что рынок маршруток связан с криминалом. Мы про это говорили, но наши утверждения пытались это опровергать. Ну, о чем доказывать, если мы печально. Три сгоревших газели за неделю. Водитель не знает даже номер маршрута, на котором он едет. Очень слабо называет улицу, на которой. То есть человек вообще никак, нигде. Я понимаю, это дешевая рабочая сила. У этих гастарбайтеров даже паспорта их хозяева отбирает. Глава города уверен, несмотря ни на какие трудности, маршрутная революция будет доведена до логического конца. Виталий Березин, Дмитрий Титов, Вести Магнитогорск. Штрафы за парковку в неположенном месте вырастут в разы. Сегодня в Госдуме депутаты приступили к рассмотрению поправок к административному кодексу. Один из пунктов в случае принятия позволит наказывать штрафом за стоянку на газоне даже на основании фотографии машины. Тем временем магнитогорские автолюбители продолжают осваивать детские площадки и даже устанавливают на них заграждающие конструкции. Тему продолжит Анастасия Ишменева. Такую картину во дворе своего дома может наблюдать практически каждый житель города. Благодаря обильным осадкам бордюра сейчас не найти, а значит и препятствий для парковки на газонах практически нет. Предприимчивые автовладельцы решили пойти дальше. Затраты минимальные. Два колышка, цепочка и замок. Зато места никто не займет. Такая инициатива не всем жильцам пришлась по нраву. Некоторые с жалобами дошли до администрации. Первое это обращение в жилищную организацию о демонтаже всех этих незаконных конструкций, будем так говорить, ключиков, цепей и так далее. Потому что на соответствующих разрешениях никто не давал. Чтобы решить этот вопрос сначала надо выяснить, где именно установлена конструкция. Если этот земельный участок, на котором находится вот эта вот парковка, он находится в общей долевой собственности всех жильцов дома, то вроде бы как формально, с юридической точки зрения, собственник квартиры, он использует свое право собственности и ставит туда свой автомобиль. Если же это находится на участке, который принадлежит муниципалитету, то, конечно, никаких ограничивающих проезд специальных конструкций быть не должно. Один из примеров законной парковки на улице Советская, 28. Дом кооперативный. На собрании было принято соответствующее решение. Владелец машины заасфальтировал место и установил заграждающую конструкцию. Ради железных коней жители готовы подвинуть и их детскую площадку. А куда деваться? Никуда не денешься? Никуда, вот, посмотрите, сколько машин. Никуда не денешься. Пусть и полдетские ограждаются. А это вот для себя за свой счет делают, а не за счет кооператива. Жильцы этого дома разрешения на установку ограждения не давали, тем более на газоне. Тем не менее, еще один автовладелец поделился с нами планами. Да, планирую. Потому что это не дело. У меня гаража нет. Надо будет и щебенку завезуть сюда. Конечно, асфальт, я не знаю, органы. Щебенку, я думаю, найду. Столбики поставлю, цепочки натяну. Наказания для предприимчивых автовладельцев пока нет. Они могут только заплатить штраф за парковку на газоне от 300 рублей. Если будет доказан факт повреждения зеленых насаждений и составлен протокол об административном правонарушении, придется заплатить от одной до двух с половиной тысяч рублей. Заставить же демонтировать владельцев этих незаконных конструкций. Причем за свой счет можно только по решению суда. Анастасия Шминева, Сагид Бакиров, Дмитрий Титов. Вести Магнитогорск. Вы смотрите Вести Магнитогорск. Продолжаем выпуск. Федеральный проект «Наша победа» вновь стартовал в Магнитогорске. Его цель – собрать в Государственном архиве истории ветеранов Великой Отечественной войны. Напомню, первый этап проекта завершился в прошлом году. Было снято около 6 тысяч интервью. В проекте приняли участие и 20 магнитогорских ветеранов. Проект «Наша победа», о котором мы сегодня будем говорить, он в принципе осуществляется по всей области, но координационный центр находится у нас в городе. Прежде всего для молодых людей. Почему? Потому что проект охватывает и рабочие молодежь, и студентов, и старших учащихся школ. Эту информацию мы используем и в своей поисковой работе, поскольку всегда интересуемся вопросом о том, как происходило захоронение. Эта информация нам нужна, поскольку мы выезжаем на поля сражений. Сейчас в городе проживает около 650 ветеранов Великой Отечественной войны. Однако организаторы проекта отмечают, их число уменьшается буквально с каждым днем. Подать заявку на участие в проекте можно в общественной молодежной палате или в высших учебных заведениях Магнитогорска. Экскурсии для работников муниципальных организаций стартовали на Магнитогорском металлургическом комбинате. Около 30 сотрудников администрации Орджоникидзевского района в минувшие выходные посмотрели, как работает ММК. Многие из них на предприятии побывали впервые. Подробности в материале нашего корреспондента. С работниками металлургического комбината сотрудники районных администраций встречаются практически ежедневно. Но что происходит за границей Европы и Азии для многих загадка. К экскурсии готовились основательно. Изучили историю ММК, запаслись фотоаппаратами, но соблюдать дресс-код не стали. На высоких каблуках бодро преодолевали ступени. Вы знаете, нет. В принципе, удобно. Я привыкла ходить на каблуках, поэтому... Конечно, бывают повороты, где стараешься держаться за поручни, но не жалею. Стампять тысяч – лидер по количеству экскурсий. Горожане активно следили за его строительством. Не угас интересы после того, как стан начал работу. Но увидеть продукцию собственными глазами не удалось. Час профилактики. Поэтому довольствовались рассказами специалистов цеха. Ну, вопросы всегда идут одни и те же в основном. То есть, когда человек, ну, грубо говоря, первый раз это увидел, вот, спрашивает, а что это? То есть, приезжала одна экскурсия, тебя вообще просто посмотрели на слябы, сказали, а что это за кубики? И некоторые задают вопросы, допустим, на которые я не знаю ответ. Да, и готовясь к следующей экскурсии, ты сам уже узнаешь этот ответ, то есть, готовишься для них. В доменном цехе буквально в нескольких метрах от экскурсантов расплавленный чугун. Процесс выплавки из руды металла не меняли 200 лет. Несмотря на максимальную автоматизацию процесса, решающим остается человеческий фактор. Это не женский труд, однозначно. А мужчины, вот даже глядя им в глаза, видишь это и смелость, и мужество, и такую огромную силу. До конца года на Магнитогорском комбинате пройдет 10 подобных экскурсий. В тонкости работы металлургического гиганта посвятят работников районных администраций, муниципальных предприятий и помощников депутатов городского собрания. Елена Астальна, Сагид Бакиров, Вести, Магнитогорск. В Германии стартовал чемпионат мира по горным лыжам. Магнитогорская спортсменка Анна Сорокина вошла в состав сборной России, которая в течение двух недель будет бороться за медали. В новостях спорта Мария Дронина расскажет про интересные события из хоккейного мира. Магнитогорск может принять финал четырех возрождаемой Лиги чемпионов. Главный хоккейный человек планеты Рене Фазель побывал на матче звезд КХЛ и обнадежил российских болельщиков, что если Лига чемпионов возродится, то главные игры точно пройдут в России. Пока, правда, не ясно, в каком городе. Среди претендентов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Омск и Магнитогорск. Все решится после возрождения соревнований. Разговоры об этом в хоккейном сообществе ведутся уже не первый год. Главная загвоздка – удобный для всех календарь, минимализация затрат и прибыли их покрывающая. Пока к согласию европейские чемпионы не пришли. Хоккеисты Стальных Лис пока показывают себя во всей красе. Через пару лет кто-нибудь из них может оказаться в финале четырех. Накануне магнитогорцы играли с белыми медведями и победили. После встречи двух Данилов, Апалькова и Алистратова лисы открыли счет. Хозяева весь матч были близки, чтобы повезти, но лишь однажды сумели сравнять счет. Талантливый Евгений Кузнецов, которого губернатор не пустил в Металлург, забросил в магнитогорские ворота две шайбы. В середине матча сделал счет 2-2, а затем на последней минуте приблизился к магнитогорцам 4-5. Приблизился, но так и не догнал. В эти минуты в Челябинске заканчивается второй матч. Мария Дронина, Вести, Магнитогорск. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Впереди прогноз погоды. А я желаю вам всего хорошего. Смотрите Вести и до завтра. 9 февраля в Фершемпенуазе температура воздуха ночью до минус 16, днем минус 9-11. В Кизильском в ночные часы около 15 градусов, морозы днем минус 10-12. В Верхнем Уральске ночью минус 16-18, днем до минус 13. В Абзаково в ночные часы до минус 17 градусов, днем от 12 до 14 морозы. В Магнитогорске ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью минус 14-16, днем около 11 градусов морозы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова